Добрый день! Меня зовут Алексей Камчатный. Сегодня мы находимся в нашем хозяйстве в селе Новые Горлык Сальского района Ростовской области. Занимаемся мы прежде всего овцеводством, разводим гесарскую породу овец. Параллельно стараемся заниматься козами. У нас в хозяйстве есть англо-нубийская порода коз. Есть у нас гуси нескольких пород. Это самые древние русские породы, холмогорская и тульская. Есть смежная птица, это куры, утки, несколько пород голубей. Все, что необходимо для своего хозяйства и для частичной реализации нашей продукции. Скажем так, это деятельность семейная. Еще 20 лет назад овцеводством начал заниматься мой отец вместе с моим дедушкой. Первоначально пробовали заниматься дельбайской породой овец, поэкспериментировали. И вот на протяжении уже 15 лет занимаемся чисто гесарскими овцами. Основное овцопоголовье у нас завезено из Таджикистана и Казахстана. По-разному мы их приобретали. Что-то перекупали уже здесь завезенных овец частично. Что-то приобретали напрямую. Это та особенность, которой мы стараемся гордиться. Потому что именно гесарских, чтобы приобрести овец, нужно приобрести там, где они разводятся именно в племенных хозяйствах. В хозяйстве у нас порядка 130 голов маточного стада и 6 баранов-производителей. Гесарские овцы отличаются тем, что это одна из, наверное, самая крупная порода овец в мире. В России их очень мало. Порода обладает высокими продуктивными качествами. Прежде всего, это сильная выносливость, хорошие продуктивные качества, высокая скороспелость. На выходе тушка составляет порядка 60%. Что касается экстерьера, я еще бы хотел сказать очень важный момент. Есть различные, скажем так, условия, для которых должны соответствовать вот эти овцы. Мы выкупили огромное количество литературы в Таджикистане, в Казахстане. Это диссертации, научно-исследовательские работы, целые монографии, посвященные именно этой породе овец. Порода одна из древнейших. Еще в своих путешествиях по Средней Азии Марко Поло описывал вот этих овец. Предположительно, этих он писал, что это овцы с размером сосла, курдюк объемом килограмм 15, очень длинные уши и очень вкусное мясо. То есть, еще в те времена прототип вот этой породы существовал, как мы предполагаем. И, соответственно, путем промышленной селекции был преобразован в тех овец, которых мы сейчас имеем. В советское время были созданы племенные заводы в Таджикистане и Узбекистане. И там уже проводилась работа касательно придания этим овцам наиболее продуктивных качеств. Что касается качеств. Прежде всего, это мясосальные качества. Овцы эти имеют высокую мышечную массу. Приоритет мышечной массы надкостной. Это широкая постановка ног, туловища. Очень широкое туловище. Жир, я еще раз подчеркну, сосредоточен в курдюке, поэтому мышечное мясо, оно практически не имеет лишнего жира. И над чем работали селекционеры? Это повышение скороспелости и выносливости. Допустим, в условиях Таджикистана овцы эти способны на длительные переходы, порядка 40 километров. На окот в условиях степи не было каких-либо помещений. Уже сейчас, когда пришли к более развитому животноводству, эти условия позволяют еще больше ускорять скороспелость и повышать продуктивные качества. На выходе тушка овцы гесарской породы поставляет порядка 60%. То есть это тоже позволяет делать упор в пользу развития этой породы. Экстерьер должен быть курдюк на уровне холки, широкая грудь, глубокая грудь, широкая постановка ног, довольно длинные уши. Курдюк должен быть зеркальный, то есть не допускается каких-то двойных курдюков, опущенных курдюков. Курдюк должен быть висеть на уровне позвоночника. Постановка ноги должна быть прямая, то есть не допускается каких-то ног с изгибами. То есть это прямой костяк, крепкая структура. Порой овцы, гесарские овцы, они не такие высокие, как может иногда принято считать. У них ноги бывают короче, чем туловище. То есть это важный момент, то есть должно быть приоритет отдаваться мышечной массе. Что касается весовых категорий, в частности у нас трехлетний баран весит 168 килограмм. Один из таких хороших экземпляров. Матка от 75 до 110 килограмм в среднем у нас выходит. Что касается ягнят, в отбивочный возраст это порядка 4 месяцев. 3,5-4 месяца мы отбиваем и уже готовим к реализации. Средний вес составляет порядка 40 килограмм. Мы в частности занимаемся реализацией живого молодняка, племенного. Не имеем статуса племенного хозяйства пока, но тем не менее занимаемся именно реализацией племенного поголовья. Реализация идет у нас в этом году в частности в 10 регионов. В основном это конечно Южный федеральный округ. Но тем не менее в этом году мы уже отправляли наших овец в Новосибирскую область, в Саратовскую область и в Центральные регионы России, например Воронеж. Что касается покупателей, здесь нам помогает Ютуб-канал. У нас на данный момент существует страница в Ютуб-канале, называется Ферма Камчатного. Там мы публикуем видеоматериалы с нашего хозяйства. Это и молодняк, поголовье после отбивки, поголовье, которое готово к продаже, маточное поголовье. Овцы довольно хорошо подходят к климатическим условиям Ростовской области. Они обладают прежде всего высокой выносливостью в условиях засухи, в условиях рискованного земледелия. И при наличии даже скудных кормов они набирают и сохраняют хорошую массу. Ягнята довольно скороспелые. В 4 месяца мы отбиваем ягнят от овцематок. Средний вес составляет порядка 40 килограмм. Порода мясосальная, то есть основной жир сконцентрируется в курдюке. Соответственно, сама текстура мяса практически не имеет жира, соответственно, не имеет специфического запаха. Сам курдюк, курдючный жир, он является максимально наиболее полезным среди всех видов жиров, так как содержит самое низкое количество холестерина. Интересно это еще тем, что курдючный жир позволяет овцам легко переносить засуху, длительные переходы, чем характеризуется местность среднеазиатских стран Таджикистана, Казахстана. Один раз нам везли овец из Казахстана. Очень длительный был путь, почти 4000 километров, и поломалась машина, перевозчик. Больше недели овцы были на месте, их выгоняли, пасли, конечно, они очень устали в пути, гоняли к реке, чтобы напоить. Корма закончились в машине, как правило, это перевозка, которая оборудована и кормами, и всем остальным. В общем, почти три недели к нам эти овцы ехали, но все-таки доехали. Долго мы их реанимировали, восстанавливали, кололи им витамины. Тем не менее, они пришли в норму, в порядок. Все живы. Но мы получили от них хороших ягнят, хорошие бараны-производители и приехали. Поэтому бывают разные интересные ситуации. В Ростовской области условия более благоприятные и в целом по России. Поэтому овца хорошо себя чувствует в любых климатических условиях. Поэтому рекомендуем заниматься в любых регионах нашей страны. Это все проверено практикой. Овца сохраняет свою продуктивность и на Урале, и в Сибири, и даже на Дальнем Востоке. Что касается кормовой базы. Здесь особых отличий нет от других овец. Единственное, что необходим, конечно, для этой овцы выгул и выпас. То есть овца – это не стойловое содержание. Это даже хорошо, потому что позволяет экономить средства, экономить издержки. Овце необходим выпас, необходимо пастбичное содержание, разнотравие. Поэтому отсюда и складываются те корма, та кормовая база, которая необходима. Безусловно, это зерновые, пшеница, ячмень, которым подкармливается маточное поголовье, ягнята. Это может быть дробленый вид, это может быть цельное зерно. Это, безусловно, в зимний период сено. В частности, в нашем хозяйстве мы используем разнотравие. То есть луговое сено, которое скашивается, производится в рулонах. И, соответственно, в зимний период скармливается. Ну и солома. Солома тоже нам необходима для подкормки, если это ячменная солома. Если это пшеничная солома, это используется для подстилки в сакманах и в базах, для того, чтобы овцы чувствовали себя комфортно и находились на сухом пространстве, чтобы было комфортно им передвигаться, ночевать и зимовать. Овцы очень ладят с собаками. То есть у нас идет пастух, с ним идут собаки. Мы также разводим две породы собак. Это австралийский келпи. Это именно пастущая порода собак, небольшого размера, очень активные. Имеют, кстати, в своих кровях кровь собаки динго. Соответственно, происхождение из Австралии пошло. Хорошо работают с овцами, козами, с крупным рогатым скотом. Также есть еще у нас среднеазиатские овчарки. Приотарники, которые именно в среднеазиатских странах работают с овцами. Они больше выполняют такую охранительную функцию, потому что риск нападения хищников, он сохраняется. Это и волки, и шакалы. Периодически в области мы встречаем случаи, да и сами сталкивались. Как я уже сказал, деятельность семейная. Мой дедушка, мой отец, они имеют ветеринарное образование. Проработали порядка 50 лет в ветеринарной службе. Это и в колхозе, и в государственной ветеринарной службе. Бабушка у меня является агрономом по образованию. Все закончили Донской сельскохозяйственный институт. И, соответственно, вот эта любовь к земле, любовь к сельскому хозяйству, она как-то передалась. И несмотря на то, что я получил специальности, скажем так, не совсем сельские, закончил исторический, юридический факультет. Но все равно судьба привела сюда, в село. Есть планы заниматься дальнейшим разведением. В частности, буквально неделю назад закончил школу фермера. На этой площадке было несколько у нас направлений. В частности, я закончил направление сельскохозяйственной потребительской кооперации. Очень много для себя узнал. Это позволило дать шанс заниматься именно кооперацией на селе. В 2023 году планирую переходить на более масштабный уровень. Хочу открыть крестьянско-фермерское хозяйство. Участвовать в конкурсе «Агростартап». Для чего это необходимо? Для, прежде всего, расширения поголовья. Потому что уже накоплен и опыт, и есть, в принципе, возможности для этого. Необходимо нам сейчас решить два важных вопроса. Это приобрести сельскохозяйственные помещения, чтобы расширить объемы производства. И второе – приобрести технику, чтобы, соответственно, упростить нам процесс производства, кормозаготовки и так далее. Поэтому стараемся учитывать всю государственную поддержку, которая имеется. Стараемся откликаться на те предложения, которые поступают из центра компетенции Министерства сельского хозяйства. Оказывается, очень высококлассная консультационная поддержка. Поэтому стараемся на это реагировать. Стараемся изучать законодательную базу и шагать в ногу со временем. Ну вот сейчас задача стоит расшириться, получить государственную поддержку, аккумулировать свои средства и уже выйти на другой уровень. Перспективы, я считаю, в России есть, потому что порода максимально неприхотливая, скороспелая. И, в принципе, граждане, потребитель, он готов платить деньги, приобретать качественную баранину. Соответственно, это мясо может быть максимально доступным, максимально быстро проходить эту цепочку от производства к конечному потребителю. На местном уровне тоже ощущаем поддержку и консультациями, и вопросы с предоставлением возможных помещений для будущего производства. Действующий руководитель СПК Александр Иванович Ломенога нам оказывает содействие в плане предоставления помещения. Я думаю, в правом выкупа, сейчас мы планируем приобрести тоже животноводческий корпус, землю вокруг этого корпуса, чтобы в дальнейшем заниматься уже разведением, скажем так, в масштабах крестьянско-фермерского хозяйства. Тоже сейчас решаем вопросы с кормовой базой, хотим приобрести дополнительно землю, чтобы у нас этот вопрос был закрыт. Соответственно, уже хотим заниматься профессионально тем, чему посвятили свою жизнь, свою деятельность мой отец, дедушка, по сути, вся моя семья. Помогают все, как начинается у нас сезонный период, это и стрижка, и окот, и отбивка, все ветеринарные обработки, уже есть опыт, всей семьей объединяемся и начинаем проводить все эти работы уже на базе нашего хозяйства. Субтитры сделал DimaTorzok